Рад всех приветствовать! Прошло почти 7 лет, и мы достигли планки 100 тысяч подписчиков. Я знаю, что скажут многие комментаторы по поводу моего помятого фейса. Ребята, я не бухал. Я просто так же, как и вы, могу болеть. А второй нюанс. Пока мы монтировали это видео, уже подошел Новый год. Сегодня 28 декабря, и я хочу вас поздравить с наступающим. Желаю вам всего хорошего в новом году. Поехали! А начинал я наш канал давным-давно, простых видео, когда купил пистолет и приколачивал плинтуса на балконе. Сегодня бы я хотел поделиться с вами своим впечатлением о приобретенном недавно пистолете GSK50. В то же примерно время я начал рубрику «Темная сторона ремонта», в которой я рассказывал о грязи стройки, об обмане, о мошенничестве. И кому-то это было полезно. Я намерен продолжить эту рубрику, только уже на совершенно другом уровне. И снова здорово! Спустя пять лет мы возрождаем рубрику «Темная сторона ремонта», в рамках которой мы обличаем разных чепушил, обманывающих своих заказчиков. Наше расследование показало, что это тупо картинка из интернета. И я надеюсь, что мы поставим эту рубрику на прямые рельсы, и у нас будет стабильно выходить эта программа. Рубрика «Темная сторона ремонта» будет полезна заказчикам, так они смогут узнать не просто элементарные схемы обмана и забирания у них денег, а нестандартные схемы, те схемы, о которых никто не рассказывает. Например, тема, когда приводят вообще на чужой объект заказчика, показывают объект как свой, а по факту делают работы совершенно на другом уровне. Суки! Заказчики в этой ситуации являются уже пострадавшими, когда смотрят на все чудо, которое им наворотили. Также заказчики узнают, как просто становятся жертвами обмана, когда они заказывают работы у людей, которые продают не то что реальные, а виртуальные работы, только чужие. Спертые, допустим, у нас. Вымышленные сроки, вымышленные цены, вымышленные адреса. Народная 15. И здесь еще прописаны якобы работы, которые они якобы проводили. Хопа! Смотрите, прям кадр в кадр, блин. Как же это так? Может быть, это я спиздил у них фотографии, а? Ну, то есть, что за мудаки, либо они мудаки держат нас за мудаков? Блядь! Это я! Ну, я опять работаю у каких-то профессионалов. Либо спертые у других мастеров, позиции которых мы тоже хотим закрепить, укрепить в аргументации, почему так дорого. То есть, получается, ситуация такова. Заказчики смотрят на ворованные работы, у них формируется стереотип о цене, а потом они, допустим, встречаются с мастерами и начинают им доказывать, да вы смотрите, там у фирм даже дешевле стоит. А те работы, которые у тех фирм, они просто украдены от у этих мастеров. В этой ситуации страдают мастера, они бодаются с ситуацией, почему так дорого, а заказчики с ложным стереотипом доказывают, почему должно стоить дешевле. Развел заказчика настоящий бизнес. Открою тайну, у меня есть канал, куда мы сливаем всякие переделки. И открою тайну, что там контента всего лишь примерно 10-20% от того объема ужасных и страшных этих всяких ремонтов, с которыми мы сталкивались. Да какое закреплено, пацаны, хватит мне, блядь, в уши ссать. Если я делаю критику, что это говно, значит это говно. Находимся в зоне кухни. Все не очень хорошо. Ну, вот вся чистовуха вот в таком вот виде сдана. Эта тряпка уже сейчас постелили. Как бы такая чистота. Здесь колотые плитки есть. Вот так вот здесь будут устанавливаться чистовые рамки. Я не знаю, что они здесь попытаются закрыть. Растягивать будут, чтобы перекрыть эту дырень. Потому что дырень реально. Я не ожидал, что видео, которые мы показываем, истории, которые мы рассказываем, будут восприняты людьми как постанова. Для меня это реально открытие. Нарезка других роликов не верьте. Хватит сказки. Я не ожидал, что людям будут нравиться испорченные ремонты. И что они будут писать вот такие комментарии под очевидными ужасными ремонтами. Ты не мастер. Ты говно. Мастер другого мастера никогда не критикует. Можно хоть так оставить. Вот хоть так поставить. Там не все так плохо, однако. Можно стены плиточным клеем выровнять и мозаика. Ну нахер. Отец. Я бы хотел посмотреть видеоработу автора. Для примера. А то смотрю сплошной развод на бабки. В некоторых моментах ты не прав. Автор сам ничего не соображает. Тупо гонит понты. Сразу видно, это не мастер, а разводила. Доните его. Развод на бабло. Блядь. Зашел умный. Типа поет как попугай. Это менеджер пришел. Он книг прочитал и рулит. Давным-давно, еще до создания канала, я мечтал организовать команду именно людей-фанатиков. Фанатиков, которым нравится их труд. И у меня это в принципе получается. Но, что я могу сказать. Мы не хватаем алмазов с неба. Путь наш достаточно непростой. Но я благодарен людям, тем, которые идут вместе с нами, вместе со мной. Те, кто в нас и в меня поверили. Я благодарен нашим мастерам, которые отчасти альтруистичны. Которые верят в светлое будущее. Которые верят в позицию, что мы пробьем вот эту вот планку. Мы пробьем вот это вот надурилово. И сможем конкретно закрепить свои позиции. На данный момент на нашем канале более 300 видео про ремонты, про ситуации в отделке. Про нашу историю. И можно даже отследить, с чего это начиналось. Но на самом деле идея идет не в создании YouTube канала. А идея у меня была в создании лучшей команды в сфере отделки и ремонта квартир и домов. Я мечтал создать лучшую команду из людей, которым их работа нравится. Я благодарен нашим мастерам за поддержку. Без вас не было бы возможным создать то, что есть. Без хорошей работы мастеров невозможно показать хорошие результаты. Субтитры создавал DimaTorzok Я благодарен нашим мастерам за ваше отношение к своей работе. Без таких результатов невозможно показать их на камеру, чтобы нас посмотрели телезрители. Я благодарен телезрителям за то, что вы нас поддерживаете. Некоторые люди смотрят нас на протяжении многих лет. И мне приходят даже письма с благодарностью. У меня есть даже папка хорошая о нас. И в этой папке есть одно из писем. Это от Филиппа. Филипп Корсун. Это мастер, который работает сейчас у нас. И мне его письмо запомнилось. Он сфотографировался вместе со своим ребенком. Прислал мне вот такое письмо. И сказал, насколько он хотел бы работать вместе с нами. Я таким людям за их подход, за порядочность очень благодарен. Я благодарен нашему старому костяку. Это Александр Галинин, Сергей Киролина. Это Александр Белоус. Это Александр Степанов, с которого практически начались все изменения в нашем коллективе. Это примерно в 2014 году, когда пришел ко мне Степанов. Это тот самый маньяк-проектировщик, которого знают многие по нашему каналу. Вот именно с него и начались изменения. Именно тогда я задумался, с кем приятно работать. Я благодарен всем за то, что вы нас поддерживаете. Я благодарю вас за то, что вы комментируете наши ролики, ставите нам лайки, делитесь нашими роликами. Ваши действия помогают нам в борьбе с нечистоплотными конкурентами, которые применяют методы черного маркетинга. Я благодарю вас за добрые слова, которые вы оставляете под нашими роликами. Огромное вам спасибо за добрые письма, которые вы присылаете нам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова